Добрый вечер Концерт и это без проблем И вы будете слушать спиритуальный блюз Что сплетает сердца и души в один священный союз Так устраивайтесь поудобнее и говорите «вэй» или «оу» А мы начнем наше шоу Добрый вечер Ее звук порой печален, а порой зловещ Но зато она смывает с души черный груз Единочество, обиды и доски черный груз Кто-то любит шансон, ну а я люблю блюз Тепло в морляне, Армстрон, Кулуи И играет с пикселем, блюзи свои Тепло в морляне, Армстрон, Кулуи и доски черный груз Кто-то любит шансон, ну а я люблю блюз В музыке жизнь была бы скучна, а быть может даже страшна Ведь музыка — это живая волна Тепло в морляне, Армстрон, Кулуи и доски черный груз Кто-то любит шансон, ну а я люблю блюз Матти Уотерс, Рэй Чарльз, Биби Кинг Грипплый клёк от саксофона Гармошка Контравасовый свет Там всегда смывает с души черный груз Одинночество, отчаяние тьмы черный груз Кто-то любит шансон, ну а я люблю блюз 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 Кто-то любит хип-хоп, ну а я люблю джаз Спасибо большое, дорогие друзья. Вот таким образом мы открыли наш концерт, такого своеобразного манифеста. Мы сегодня показываем то, что называется уличной или карнавальной культурой, которая зародилась на рубеже 19-го и 20-го веков на бескрайних просторах Миссисипи, Увизианы и юга североамериканских Соединенных Штатов. Именно эта культура породила в городе Новый Орлеан традицию, которая называется джаз, и в штате Миссисипи традицию, которая называется блюз. Люди пели на улице, люди пели на сельских пикниках, люди пели у ворот магазинов, рекламировая какие бы то ни было товары. Никаких микрофонов не было, поэтому петь нужно было громко. Для того, чтобы хотя бы минимальный какой-то был аккомпанемент, люди играли на гитаре и придумали довольно рано вот такую вещь, как губная гармоника в холдбере. Человек уже, по сути дела, являл собой небольшой оркестр. Пели песни очень разные. И почему у нас называется вечер сегодня спиритуального блюза? Потому что и блюз, и джаз, он возник из удивительных песнопений, которые называются спиричуэлс. Нет, это не от корня слова спирт, это от слова спирит, то есть дух. Песнопения духовные, песнопения очень красивые, которые люди пели в церкви, люди пели их и дома. И вот прежде чем познакомить вас с некоторыми образцами, я хочу вам исполнить гимн, который мне лично невероятно нравится. Называется «Swing low, sweet chariot» «Спустись пониже небесная колесница и забери меня домой, откуда я родом», то есть на небо. Я когда эту песню услышал, когда ее перевел, у меня вообще большие параллели были с фильмом Стивена Спилберга «Инопланетянин». По сути дела, в этой песне отражено вековечное отчаяние людей на высокое и духовное. Там есть очень интересные моменты, связанные с переводом. Человек поет, я стою и смотрю на реку Иордан, и я чувствую, как меня догоняет банда ангелов, band of angels получается. Вот такие причудливые, достаточно духовные песнопения были у наших коллег североамериканских негров. «Инопланетянин» 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот таким образом люди приобщались к небесному, но были еще вполне бытовые прозаические вещи. Субтитры делал DimaTorzok Почему? И когда ты чувствуешь, что в мире все не так. Нет, ребята, все не так. Все не так, как надо. Это типично абсолютно блюзовая идиома. И часто есть такая поговорка или пословица, что блюз — это когда хорошему человеку плохо. Некоторые переписывают ее Биби Гингу, некоторые говорят, что она из фильма «Перекресток» есть такой легендарный фильм о блюзе. На самом деле все проще. Мы с вами говорим о дистанции в 100 лет. Так вот, в 1912 году один белый, впрочем, музыкант опубликовал ноты. Произведение, которое по нынешним временам называется жутко неполиткорректно. Оно называется «Ниггер блюз». Ну, в общем, по-своему, белый человек хотел как-то посмеяться над суевериями негров и так снисходительно, любовно, в общем, назвал его. Сейчас ноты эти все переписали, и он сейчас называется «Негро блюз». И это тоже неполиткорректно, на самом деле. Но не суть, это важно. Там поются замечательные вещи прямо в самый первый куплет. Потому что «блюз ain't nothing but the good man feeling bad». Блюз — это не что иное, как когда хорошему человеку плохо. А дальше очень интересная идет такая блюзовая лирика, она очень черная. Вы можете называть блюзом любую ерунду, но на самом деле блюз — это озноб проклятого сердца. Вот так вот прямо. А дальше расписывается, а что же делают мужчины и женщины, когда на них владевает блюзовое чувство. Это тоже замечательно. Мне очень нравится, что у евреев, у негров, у цыган есть вполне одна замечательная вещь. Самые жуткие и совершенные тексты у них на веселую, приплясывающую музыку. Это так называемый смех сквозь слезы. Только так, наверное, и можно выжить в тяжелом, безрадостном мире. Там поется так, что когда на мужчину находит блюз, он обычно вскакивает в товарный поезд и уезжает, куда глаза глядят. А вот когда женщина берет блюз, она склоняет голову на руки и начинает горько плакать. Вот видите, какой интересный гендерный стереотип сразу. Песня сама звучит в следующем образом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спиритуальный блюз, как он есть, потому что эта песня на религиозную тематику, переводится она так, что «когда святые замаршируют», то есть когда настанет конец света, когда будет второе пришествие Христа, святые помаршируют по небу, и он хочет быть в их числе. А дальше там масса ситуаций разных, когда солнце перестанет сиять и так далее. Был очень интересный образ, я не спел этот куплет, когда богатые начнут работать. Я хотел быть с ними, когда святые замаршируют. И вот эта песня, вот она абсолютно такая с погребальными братствами, в общем, непосредственно и связана. Есть еще песня, не могу мимо нее пройти, тоже спиритчула, с которой пел Луи Армстронг, называется «Nobody knows the trouble I've seen. Никто не знает, сколько горести я изведал». Начинается она почти как цыганский романс, а потом в конце вы увидите. Там слов, на самом деле, из Гулькиновского, они в Курле все время повторяются. Ну, человек все главное уже сказал, сколько горести он. Он об этом и поет. А что вижу, то и поет. Что ощущаю, что чувствую. Вот это есть настоящий подлинный плюз. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Это такой манифест абсолютной свободы, женщина нового типа, которая может делать все, что хочет, и ей, в общем, наплевать на условности общественного мнения. Вступление к этой песне, она, собственно, говорит о том, что ее многие критикуют, но это абсолютно, как-то ее это не касается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Примерно так Дима Торзок 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 И вообще эта песня, она очень напоминает песню «Волка» из мультика «Ну, погоди, лучший мой подарочек – это ты», то есть «Лучший твой подарочек – это я». Человек покупает билет, садится на поезд, ровно под шум колес, излагает то, как он рад, наконец-то, в общем, вернуться домой. Называется «Bring it on home», то есть я себя самого любимого несу, в общем, как бы домой. Поэтому песня такая очень монотонная, и на самом деле радостная. «Брэйби» 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 Продолжение следует... 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 Играет музыка 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 обучал. К нему пришла учиться девушка на месяц ровно. Он обучал ее по новой системе. Она спрашивает, а как будет на древнееврейском голова? А он без слов подходит, начинает гладить ее по голове. Спрашивает, а как будет яблоко? Он показывает и яблоко. Ну, тут сложный намек на Адама и Еву и вообще. И потом они, значит, древнееврейский язык учат и дошли уже до песни песней. Это, знаете, величественная поэма о любви. И тут все вроде хорошо, она уже и древнееврейский это выучила. Так вот, незадача. Неделя прошла 2-3-4, а она приходила учиться на месяц. Все. Образовательный цикл кончился. И в итоге девушка знает древнееврейский? Ушла. Он преподаватель, а рано на сердце. Ему надо каким-то образом залечивать. В общем, как ни странно, эту песню написал я долго искал в интернете один из еврейских анархистов, которого звали А. Олми. Я не знаю, какие-то странные анархисты, потому что такой лирический сюжет и такую красивую, в общем, мелодию. Она числится, идет по разряду иронических песен. Ну, по-моему, это трагедия. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Следующая песня Опять у нас будет с лузианским акцентом. Есть такая категория песен, которая называется «Джазовые стандарты». Там можно очень интересные найти. Я вот недавно пытался выписать, которые из них я могу, знаю. Я нашел там прекрасный джазовый стандарт, который называется Dark Eyes. Я бы вам мог бы просто немножко его напомнить. Это свинг такой. Очень черный, очень страстный, очень жгучий и прекрасный Как боюсь я вас, Как люблю я вас, Знать, увидел вас, Я не в добрый час. Как люблю я вас, Как боюсь я вас, Знать, увидел вас, Я не в добрый час. Ай, люди спят, Ай, извините, спят, Ай, птицы спят, Ай, кони спят. Мы один из пим, Пьем шампанское, За любовь свой, За себя москую, Мы один из пим, Пьем шампанское, За любовь свой, За себя москую, За себя москую, Сечу. Как боюсь я вас, как люблю я вас, знать увидеть вас, я не в добрый час. Как люблю я вас, как люблю я вас, знать увидеть вас, я не в добрый час. Очень черные, Калифорния. Вот он рифмовал так, у него тоже такое было. Я на предмет чего вам спел эту песню? Я джазовые стандарты, мне очень интересно, откуда они все берутся. Есть такая песня, тронула меня вообще за душу, она называется «Осенние листья», «Аутен лифтс». Слушал ее, слушал, потом все стукал кулаком по лбу, боже мой, это типично русская песня. Там блатная совершенно гармония, там явно должны быть русские корни какие-то. Я начал ее искать. Оказывается, изначально эта песня, она была написана во Франции на французском языке. Ее, значит, соответственно пел Ив Монтан впервые. Где Франция, там цыгане, там, в общем, и русские рядом же тоже пробегали, поэтому мне страшно она понравилась, эта песня. Я ее, значит, по-английски давно знал, я ее выучил по-французски, а потом что-то мне не терпелось, я ее перевел еще на идиш. Поэтому вот такая кросс-культурный код такой, я вам немножко еще, собственно, покажу. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Версия на идиш, она будет совершенно другая по фактуре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...